Основное правило, которое я всегда придерживаюсь при выставлении отрезного резца, это всегда строго по центру. Ни выше, ни ниже, в никакой зависимости от обрабатываемой стали, я его всегда выставляю по центру. И чтобы визуально определить его по плоскости, можно просто проточному торцу подвести, и этот зазор будет отчетливо виден. И вот сталь 30 ХГСА, обороты 275, резец ВК-8, подача механическая, поперечная подача 0,14. Обязательная эмульсия. Очки. 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 Продолжение следует... 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 Я почему-то ожидал, что будут проблемы, но проблемы нет. Вот смотрите, затирания вообще нет. То есть, в принципе, резец с первого раза заправлен неплохо. Я его не стал поправлять, чтобы пройти тест, как говорится, максимально больше. Но если на его место поставить Т5К10, я думаю, результат будет лучше. Так, и теперь немного о самой стали 30 ХГСА. Изначально сталь марки 30 ХГСА разрабатывалась советскими учеными как материал для авиационной промышленности. Элементы управления, педали и другие механизмы самолеты в середине XX века полностью изготавливали из данного сплава. Но наука не стояла на месте. Спустя некоторое время, благодаря характеристикам, сталь 30 ХГСА нашла применение и стала доступной для остальных сфер промышленности. И сразу же началось массовое использование стали в машиностроении. Сталь 30 ХГСА относится к группе лидированных стали. Состав ее регламентируется ГОСТом 4543-71, согласно которому каждая буква и цифра обозначают определенное содержание определенных химических элементов. Цифра 30 означает содержание углерода 0,28-0,34%. Углерод повышает твердость и прочность в стали, но снижает пластичность и свариваемость. ХХХРОМ содержание 0,8-1,1%. Повышает закаливаемость, коррозийную стойкость, жаропрочность сплава. Положительно влияет на сопротивление абразивному износу. Буква Г. Марганец. Содержание 0,8-1,1%. Удаляет вредные примеси кислорода и серы. Снижает риск образования окалин и трещин во время термообработки. Повышает качество поверхности. Помимо этого способствует увеличению стали пластичности и свариваемости. С. Кремний. Так же как и марганец является сильным раскислителем. Повышает пластичность, не снижая при этом прочность. Увеличивает восприимчивость стали термической обработки. Буква А. Расшифровывается как улучшенная. Это означает, что сталь прошла закалку с высоким отпуском. Особенности проведения закалки заключаются в нагреве стали до температуры 870 градусов Цельсия и в последующем быстром охлаждении в масле или воде. Таким образом происходит трансформация внутренней структуры, что способствует повышению механических характеристик. 30 КГС А в 2,9 раза. Закалочные напряжения снимаются высоким отпуском, нагревом до 540-560 градусов Цельсия. Помимо снятия напряжения параллельно происходит увеличение упругих свойств. Также в составе 30 КГС А имеется некоторый процент меди и никеля. Но их содержание настолько мало, что они не оказывают влияния на характеристики стали. Но в использовании я не буду вдаваться, потому что эта информация, кому она будет интересна и необходима, каждый может подчеркнуть из открытых источников, так же, как это делаю и я. На этом, я думаю, можно закончить. То есть, еще раз повторюсь, я не применял каких-то специальных профилей для затачивания этого резца. Стружка, завивающая канавка, пологая для того, чтобы стружка не успевала закручиваться внутри реза и тем самым повышала риск заклинивания и порчи инструмента. Все, всем спасибо, всем удачи. Пишите, что думаете по этому поводу. То есть, я от вас ничего не скрываю. Если что-то сломалось, я об этом говорю и вам это показываю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!